Да, с Божьей помощью мы продолжаем работать над тем пасуком, в котором мы прямо в середине остановились, ибо очень много предстоит нам сказать на эту тему, предстояло и еще предстоит знаменитая фраза, знаменитый призыв Бога, обращенный к еврейскому народу. Я предупреждал, что много про тшу, много про раскаяние. Будет исключительно важная фраза в начале 4 главы, следующая в «Пророке Иеремияву», но в любом случае, конечно, это то самое место, начало книги «Пророк Иеремияву», где обсуждаются проблемы раскаяния, проблемы возвращения евреев у Бога. Проблема заключается в том, что вот эти все варианты, многочисленные варианты возвращения евреев к Богу, которые были испробованы евреями на протяжении эпохи первого храма, здесь забраковываются, как мы видели в прошлый раз. То есть мало того, что в этой второй речи «Пророк Иеремияву», обращенной к еврейскому народу, произошло великое историческое событие, важное вообще для всей нашей истории, истории еврейского народа, я имею в виду возвращение десяти колен. Помните, мы в прошлый раз говорили, что вот прямо здесь, в этой третьей главе, Творец, выставив десяти коленом, среди которых вообще вроде как не было никакого просвета, было сплошное глупоклонство в течение существования их царства израильского, выставил им более высокую оценку, чем иудеи, которая была лучше. Мы с вами вспомнили целый ряд, целый список высококошерных иудейских царей, в то время как в Израиле, в соседнем северном царстве, не было ни одного кошерного правителя. И поэтому, как началось все, не с той ноги, и как пошло не в ту сторону, так и шло. Но, тем не менее, поскольку вот они, как мы с вами в прошлый раз и позапрошлый раз подробно разбирали, эти десять колен, просто вот так вот изначально пошли не в ту сторону, и как только их туда направили, они уже с этого момента не назывались злоумышленниками. Они вот как будто назывались хулиганами Мишувака, как их здесь называют текст пророка Ермиягу, такими людьми, которые просто потерялись, с дуру начали вести себя в подобном образе. И это лучше, чем иудея, иуда, там, где отношение с Богом еврейского народа квалифицируется, в тексте пророка Ермиягу, как предательство. То есть евреи без конца, как флюгер под воздействием смены власти, то обращались к Богу, то отворачивались от Него, то снова, то опять. И этот бесконечный процесс перемены мировоззрений, он происходил практически на протяжении всей эпохи первого храма, из-за того, что постоянно менялась праведность, уровень праведности менялся у царей. И когда царь приходил и объявлял снова иудаизм, еврейский народ говорит, хорошо, пожалуйста, что мы будем спорить с царем, большой человек, ему видней. И все. И шли обратно в синагогу. Как только этот царь уходил и появлялся другой, сказал, да хватит уже ходить в эту синагогу, что мы там забыли. Так они раз и сваливали обратно из этой синагоги куда-то в другое место. То есть этот бесконечный процесс перемены взглядов иудеи, он назывался в третьей главе неоднократно словом «предательство». И поэтому оценка иудеи, как мы с вами говорили в прошлый раз, была выставлена ниже, чем оценка Израилю, потому что они понимали, что происходит. Они не то чтобы с самого начала как ушли, так и не возвращались никуда. Если может, давайте нажмем на микрофончик, потому что у меня всегда будет шум, если вы не будете на них нажимать. Спасибо вам огромное заранее. Вот, спасибо. И в результате пророк Ермияву вот на фоне этого сравнения Израиля и иудеи северного и южного царства, где южное царство проиграло, а северное каким-то парадоксальным способом выиграло, пророк Ермияву получил приказ от Творца возвращать эти десять колен, которые Санхерив выгнал. И этот момент, который не все вообще знают, это исторический факт, отмеченный не только здесь в книге пророка Ермияву, но и прописанный в Талмуде в трактате Мигила, что пророк Ермияву таки за ними ходил и довольно-таки большую толпу этих людей вернул. И мы с вами это все в прошлый раз обсуждали, как они вернулись и как они просуществовали какое-то количество лет под началом высококошерного царя Яши. Царь Яши был, как вы знаете, величайший вальчува, величайший раскаившийся грешник. Еще и поэтому, конечно, в начале каденции пророка Ермияву все время речь идет про раскаяние, изучается вообще раскаяние как таковое способы его совершения. Именно еще потому, что царь этот, при котором начал свою деятельность бурный пророк Ермияву, был величайшим вальчува, величайшим раскаившимся грешником. Так или иначе, вот это вот выражение «шува бонем шовемем», «вернитесь, сыновья хулиганские опять», оно по простому смыслу обращается только к десяти коленам, которых должен был вернуть пророк Ермияву. И таки вернул, разумеется, еще раз и еще раз, далеко не всех. Он вернул меньшую часть. Конечно же, огромная часть этих десяти колен таки пропала там, в изгнании, куда их угнал ассирийский царь Санхерид. Но, хотя и меньше, все-таки значительная часть этих людей вернулась, и поэтому говорить, что сейчас в еврейском народе существуют представители только двух или трех колен, это просто ошибка. Потому что и здесь, и в Талмуде у нас есть ясная информация на тему того, что это не так. Значительная часть, небольшая, но все-таки значительная часть представителей десяти колен влилась обратно в колено Иуды, в колено Беньямина. Естественно, там же были и Коины, и Лебиты. В общем, все остальные собрались более или менее в конце истории первого. Теперь, мы учили и учили уже несколько важнейших талмудических ссылок по поводу этого выражения. Шува Боним Шовем им говорили, что некоторые из этих талмудических ссылок неправильные, потому что они должны касаться другого пасука в этой же главе, в третьей, в конце главы, где еще раз повторяется Шува Боним Шовем, я вас поправлю, продолжает Бог, да, не просто вернитесь, да, ну, Машем, речь Всевышнего, потому что я овладел вами, взял вас, одного из города и двух из семьи, они случайно вам напоминают этот текст, потому что сейчас мы опять пойдем в талмуд, где важнейшее место на эту тему, так вот, там, где в конце главы написано, после этих знаменитых слов Шува Боним Шовем, вернитесь, сыновья, хулиганские, там написано, что я вас излечу, мы посмотрели на эту тему отрывок из талмуда в трактате Йома, где сказано, что бывает случай действительно такого мгновенного излечения, когда человек раскаивается и тут же получает прощание на месте, мы с вами сказали, что это касается ситуации, где человек не исполнил позитивную повелительную заповедь Торы, не надел тферин, не сделал кидыш в шаббат, ну, какое-то повеление, не взял лулав в руки целый день, один из дней сукота, да, то есть повеления Торы какие-то не исполнил, если человек раскаивается в этом, он прощен на месте, то есть вернитесь только, только раскатитесь, я сразу вас излечу, вот это имеется, вот это мы посмотрели, потом мы с вами посмотрели знаменитый спор теоретический, мы просто туда, ну, кончик носа, в это сложнейшее место талмуда, в последней главе, тогда ты сам ядрин засунули, где Раби Резер и Раби Яшу обсуждают обстоятельства окончательного спасения еврейского народа, по позиции Раби Язера, вроде бы, вроде бы как, это все очень сложно там сформулировать, получается, что еврейский народ должен сам, без жесткой инициации свыше, скажем так, просто потому, что наконец осознает, что это нужно сделать, раскается должен и вернуться к Богу, то есть по своей инициативе, от души, так сказать, вот, и это позиция Раби Резера, согласно которой, пока еврейский народ этого не сделает, ничего не будет вообще, то есть вот сколько это должно длиться, так оно и будет длиться, пока еврейский народ сам не осознает, что ему нужно вернуться к Богу. Раби Яшуа, который категорически с этим не согласен, говорит, что ждать Всевышний бесконечно, абсолютно не намерен, и, конечно, все понимают, что осознанное раскаяние, раскаяние не из-под палки, это прекрасно, но если оно будет задерживаться, то раскаяние будет проводиться другими способами. Я ничего не хочу переносить на современный момент, хотя бы потому, что сейчас в том положении, в котором мы все находимся, в положении заложников ситуации, давайте будем отдавать себе отчет, мы все, все евреи являемся сейчас заложниками ситуации, и вам, тем, кто смотрит нас из далекого, чуть не сказал по-маяковскому, коммунистического, далека, никакого не коммунистического, но вот из будущего, кто нас смотрит, вот вам, я хочу сказать, что мы сейчас находимся там почти полтора месяца в состоянии войны, мы, еврейский народ, Израиль, находится в состоянии войны с Хамасом, и, поскольку мы все заложники этой ситуации, сейчас вот говорит людям, что раб Яшуа в Талмуде имеет в виду в том числе и жесткую мотивацию сверху, вроде нашу. Мы же знаем, что вот сейчас, в наше время, огромное количество евреев на Святой Земле задумалось про Бога. Люди заказывают новые цициты, новые тфилины, люди начинают молиться, читают Шма Исраэль, то есть повальное увлечение иудаизмом. И мы задаем себе вопрос, это вот что, это есть раскаяние, это есть шува, то, что там происходит, или это какая-то специфическая шува. Вот это вот шуву гоним шовер. Вернитесь, сыновья, безобразничающие. То, что говорит здесь пророк Ермия. Это вот призыв актуальный, что ли, что вот на него, можно сказать, сейчас еврейский народ откликнулся, или это вот такая вот специфическая шува, такое специфическое раскаяние согласно Раби Ашуа, который что сказал? Еще раз в том мудре, да, мы с вами в прошлый раз учили. Раби Ашуа сказал, что для того, чтобы инициировать раскаяние еврейского народа, творец, ставит над евреями страшного царя или там министра вроде Амана, который придумывает против евреев всякие гадости, который ставит евреев в положение смертельной опасности, и тогда, будучи, так сказать, на краю пропасти, еврейский народ вдруг вспоминает про Бога. То есть вот это называется с точки зрения Раби Ашуа инициация. То, что у нас 40 дней тому назад расстреляли, зарезали и сожгли полторы тысячи евреев, может ли это сравниваться с инициацией раскаяния? Мне бы очень не хотелось рассуждать на эту тему, это очень-очень болезненная история, но оставляя этот ужасный момент за скобками, скажем, что да, фактически бывают разные уровни и виды возвращения к Богу, в том числе возвращения к Богу в результате жесткой, страшной инициации свыше. То есть нас предупредили. Талмуд нас предупредил о том, что тогда, когда, скажем так, доброжелательное ожидание прекращается, уже исчерпывается терпение, доброжелательность исчерпывается там, сверху. Тогда начинают евреев более или менее деликатно, к сожалению, периодически очень неделикатно подталкивать в правильном направлении. Так вот, это то, что мы выучили. И еще один страшный просто момент, мы его недопосмотрели, недоувидели, так сказать, по поводу этого пусука. это тоже в последней главе трактата Сан-Геннерин, просто гораздо позже, идет разговор, значит, сначала про пророка Ишаягу. мы давным-давно здесь были, вы видите, пятая глава пророка Ишаягу, значит, когда-то давным-давно, когда мы учили пятую главу пророка Ишаягу, мы, значит, сюда ходили. Лахен-Эрхива Шеольна, в ша знаменитые слова пророка Ишаягу, поэтому расширила преисподняя душу свою у Фарапили в лихок и разъявила рот свой беззаконно. Ужас. Преисподняя, понимаете, расширила душу свою и разъявила свой рот без всяких законов, то есть, без всяких границ разъявила. Господи, о чем это? Здесь написано Либли-Хок беззакона. Амарыш-Локиш Абишима-Бен-Локиш говорит там Либиши-Миша-Яра Филу-Хок-Иха. Это касается человека, который оставляет даже один закон. То есть, если ты всю Тору соблюдаешь 612 заповедь, а 613 не соблюдаешь все, для тебя найдется более чем теплое местечко в аду. Не-не-не-не-не-не, так мы говорить не будем. Амар Абьохан, Рабьохан говорит, Лонихали Мара иуда Марфл иуда. Неприятно их господину, это такая очень специфическая формировка, она только здесь есть, только в этом месте столбуды. Неприятно их господину, то есть, неприятно Всевышнему, что ты сказал, про них так. Удивительные слова Рабиохан. Существует неприятно их господину, что ты про них так сказал. Если это правда, значит, это правда, что может сделать Раби Шима Бенлокер, который вот так объяснил по сути. Ну да, расширилась преисподняя, разъявила она рот и приняла в себя очередную порцию грешников, в том числе и тех, кто даже чуть-чуть только недоделал все свои обязанности, недосовершил все заповеди. Если это правда, значит, надо сказать. Если это неправда, так надо его покрикать, и хватит, скажет, неправильно объясняешь посуду. Что такое? Неприятно Богу слышать, что ты говоришь про евреи. Любопытно. По всей видимости, Рабиохан не спорит с тем, что так можно объяснить посуду. Он хочет сказать, что надо попробовать объяснить его как-то иначе, чтобы это так не звучало неприятно и тяжело. Эл-а-но афилу ло-ла-матэ-ла-хо-ке-ха. Но только, даже если он выучил только один закон, он уже не попадает в плохое место. то есть, когда разъявила преисподняя свой род, только леблиху, когда у человека нет ни одного закона. А если он выучил хотя бы один, если он хотя бы чуть-чуть прикоснулся к нашим вечным ценностям, его уже туда в разъявливающую пасть преисподнюю не заскал. То есть, Рабиохан находит совершенно противоположное объяснение этой идеи. То же самое абсолютно происходит с еще одним пасуком из Захария. То есть, получается по этому пасуку, что две части будут уничтожены и скончаются, а третий останется. Что это значит? Ну, как вы видите по главе, 13 главе пророка Захария, речь идет про последнюю войну. Войну Гога и Магу. Что говорит там вот на эту тему? Как понимает эти слова пророка Захария? А вот там Камар Рэш Локиш, говорит Рэш Локиш, опять, бескомпромиссный Раби Шимен Бен Локиш приходит и говорит Шли Ши Шель Шем. Треть от Шема. То есть, вот что останется? Останется треть от семитов. Простите? Что значит треть от семитов? Это в каком смысле? А в смысле того, что от остальных не останется ничего. Вот такой первый вариант трактовки этого страшного стиха из 13 главы пророка Захарии предлагает там. Нет кого, ничего не останется, кроме Шема. То есть, потомков семитов. Ну и среди семитов останется только треть. После войны Гога и Магу. Ну очевидно. О какой войне идет здесь речь? Просто иначе трудно себе представить. Амар и Раби Йохан и Раби Йохан говорит, нет, 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 нет. Опять, та же самая. Неприятно их господину, что ты говоришь про них так. Всевышний ему неприятно слушать, что ты так объясняешь по сути. Правда это, неправда это вообще другой рассказал. В очередной раз. Давай найдем более приятное объяснение. Элла Ноах, Афилу Шлиш и Шель Ноах. Пусть это будет треть Ноах. Ну и это я вам скажу тоже подарочек. Две трети населения Земли сразу прекращают свое существование. Две трети населения. Ну да, конечно, это не треть от Шема, который остается. Треть от семитов остается совсем караул. Это означает, что весь Яфет, весь Хам, все, вообще никому ничего нет. Но здесь, так сказать, все это гораздо более приятно по сравнению с предыдущим. Но если не сравнивать с предыдущим, это тоже, знаете, это, между прочим, окончательная информация, понимаете, что больше нигде. в Талмуде точное число потерь последней войны не упоминается. Варианта два. Вариант Рабишин Бен Локиш это треть от семитов. Это вообще караул. А вот и вариант Раби Йоханана, который говорит, это неправильно, неприятно, нехорошо так говорить, что, как вы понимаете, не отрицает, что вполне возможно это правда. Но есть другой вариант типа «Давай скажем другой вариант, который более приятно звучит для Всевышнего, ничего себе приятно, две трети населения земли уничтожаются сразу». Ну и наш посыл дальше. «Кянухибалтибахэм, я владел вами, балакактеткэм, я взял вас, их адмиир, одного из города, ушнаем и мишпаха». Тут же не очень радостная информация, мягко выражается. Одного из города и двух из семи. Что такое означает? Одного из города, это же про еврейские города идет. То есть, типа, огромная еврейская община, и, может быть, там в итоге Всевышний заберет себе в качестве человека, который достоин светлого будущего. Одного. Ну, шнайм или шпаха, двое из семи звучит как-то более приятно, но тогда непонятно, что такое один из города. В общем, «Амар Решлохиш, Решлохиш опять говорит дворим к их тавам». Слова, как они написаны. Так и есть. Одного оттуда, двух отсюда, ну, в общем. Немногие удостоятся этого светлого будущего. «Не, говорит Раби Йохан, напиши ничего, опять ты неправильно сказал. «Омар лэ Раби Йохан, лон никололи мараю да марту луахи». Третий раз. Понимаете, в Талмуде три раза Раби Йохан повторяет на три объяснения Раби Шэлохиш одну и ту же фразу. Неприятно господину их, что ты сказал о них так. Неприятно в сегодняшнем это слышно. Не говори, не объясняй там. «Элла Эхадми, Ир». Как надо говорить. «Один из города, Мезакет Коля Иркула. Один человек из города, в смысле чего? Нужен хотя бы один человек праведный в городе, и он тогда своей заслугой спасет весь город». Простите, а как там по поводу Содома, что-то мы там… Какая-то у нас была с вами другая арифметика. Один человек на город, мягко говоря, грубо рожаясь, вообще не помогло. Всех сварили и перевернули. А? Да. Ну, по всей видимости, хочет сказать Раби Йохан он, что все-таки Содома – это эксклюзив. Таких супергрешников. Таких негодяев поискать нам. Поэтому нормальный город, тоже наполненный грешниками, он все-таки спасается заслугами одного человека, высокоправедного. Что он там делает? Как он там оказался? Не спрашивай. Факт остается фактом. Раби Йохан он так объясняет, что есть там вот есть один, который готов на себе всех вытащить, вытащить Шнайми Мишпаха, чтобы вытаскивать семью, почему-то два. Да? Шнайми Мишпаха, Мизакимет Курай Мишпаха, Кула. Полностью удостаивают всю семью. Это странная ситуация. Это наподумать. Да? Это место, как вы понимаете, напрямую касается текста пророка Ермья, который мы учим, да? Вот это просто, вот он, по сути, который мы сейчас прочли. Эхан Мирю Шнайми Мишпаха. Да? Вот это. Так касается этих слов. Почему это так работает? Один человек на целый город и его хватает. А в семье, на семья меньше, чем город, Там почему-то надо два. То есть вполне возможно, что речь идет об одном каком-то выдающемся цадике, каком-то цадик гамур должен быть, полный праведник, чтобы спасти целый город. А два, чтобы спасти всю семью, должны быть не обязательно идеально праведными, а там просто праведными. Может как-то так, но этого не написано. Это фантазии. Тут надо разбираться. Это очень непростой момент. То есть трактовка Раби Йоханнена, она странная. С трактовкой Решлокеша, конечно, тоже ничего не понятно. Потому что что значит Всевышний заберет к себе, вы видите, это хэм цион, да, заберет себе псион одного из города и двух из семьи. Это как вообще работает? Это что, в городе что, нет семей, живут одиночки, и вот поскольку там вообще нет семей, из этого города возьмут одного человека. Что они все по одиночным камерам, что они там рассажены в этом городе? А вот когда есть семья, то там возьмут двух. Потому что семья – это здорово, семья – это ячейка в обществе. Что это такое? Где вы видели такой город, где нет семей? И откуда берут одного? То есть тут какая-то сложная ситуация. По всей видимости, речь идет про, конечно, резко разные уровни злодейства, уровни неправедности. То есть город, из которого возьмут одного человека, это, по-видимому, город, где семьи вообще невозможно спасать. то есть семьи в этом городе настолько низко пали в духовном плане, что их спасать никто не будет, будет спасать какого-то одного человека, вообще с трудом найден. Такие, оказывается, места в момент спасения, окончательного спасения еврейского народа, говорит, оно тоже будет. Ну, в первом комментарии. В этом комментарии Решлокиша, который неприятно слышать господину евреев, как сказал Рабиев. Так надо его понимать. А двое из семьи это в хорошем месте, в хорошем, там, где в каждой семье можно кого-то найти. Я просто хочу вам сказать, что это семья, о которой здесь говорится. Это не семья из трех человек, папа, мама, и я спортивная семья. Это совсем другое. В Танахе слово Мишпаха очень часто означает огромный район, в котором живут все родственники, которые там все переженились, и у них там семьи, там, 10 сыновей у этого, и 20 сыновей у того, и вообще не знаю что. То есть это толпа людей Мишпаха. Но все-таки Ир, город, он состоит по всей видимости из нескольких таких кланов. Так вот, если этот клан заслуживает спасения как отдельно взятые единицы, то с Божьей помощью все эти толпы возьмут двоих. То есть это тоже, мягко говоря, безрадостная информация. И это почему Раби Йоханн сразу сказал, нет, мы так это комментировать не будем, и наоборот будем комментировать, что один удостоит целый город, а двое удостоит семи. Ну, оставим пока это. Очень сложная тема, тут очень много всего, мы к этому еще вернемся, потому что у нас будет похожий по сути. Венатати лахэмруим и я дам вам пастухов кэлиби по сердцу моим. Давайте на секундочку вернемся в Пшат. Это про что? На уровне Пшата опять пророк Ермияу продолжает передавать десяти коленам, за которыми он сейчас идет и которых он сейчас должен сагитировать, вернуться в Эра Цесаре. И они сделают это, они вернутся. То есть в Пшате речь идет не о последнем спасении еврейского народа, а именно вот этой ситуации, когда возвращаются десять колен. Я дам вам пастырей и пастухов, ну, имеется в виду руководителей, которые по моему сердцу. То есть такое руководство, которым мне нравится, сказал Всевышний. И они будут пасти вас дея веаскель. Сознанием и разумом. Тоже, знаете, на подумать, как мы в каких случаях выражаемся. Как вы прекрасно помните, в Ашкенатских седурах вот это выражение из пророка Ермия попало в текст Амиды. Каждый день три раза мы, уважаемые товарищи Ашкена, зачитаем эти слова. Чтобы Всевышний дал нам дея бина веаскель. Сначала дея, потом бина веаскель. Значит, почему после дея вот здесь в эту дырку и кто вообще позволил в эту фразу пророка Ермия вставить бина. И почему бина идет после дея? Хотя у нас известно с вами, что качество да, в божественной структуре мира находится позже, после качества бина. то есть хаббат, да, хохма бина веда. Сначала бина, потом да. И аскель это вообще непонятно, что такое, да? Ну, оставим в покое вставку наших мудрецов. Допустим, они считали, что бина здесь как будто не хватает. Или что пророк Ермия имел в виду вот в этом слове дея знание, что бина тоже присоединяется, что это дея, который несет в себе предыдущее высокое качество бина. Поэтому они каким-то образом его сюда присоединили. Почему его присоединили не сюда, а сюда? Почему его поставили после слова дея? Это тоже надо обдумывать. Когда-то у нас были серьезные уроки по тексту молитвы, серьезные уроки по тексту меды, и мы это объясняли. Но напоминаю вам, что в Сефардском тексте Сидуров выбрано в этом месте сказать хохма бина вадат. Не дебина васкаря, а хохма бина вадат. То есть Сефардский текст вроде как идет просто за Торой. В прямом тексте Тора, как вы знаете, это просто сказано вот этот хаббат. Это ну чуть-чуть по-другому. Не бина, а твуна. Это примерно то же самое. Бина и твуна почти одно и тоже. На самом деле не одно и тоже. С точки зрения каббалистических всяких объяснений этого дела. Но в общем и целом хохма бина это то, что написано в Торе прямым текстом про Бицалеля, который строил Мишка, переносной храм. И вот это, что Всевышний дай нам хохма бина бина говорит, уважаемые представители сефардской части еврейского народа. А мы говорим да и бина баске. И чем же эти просьбы отличаются? Чего просят сефарды и чего просят Ашкина? Ашкина? То есть чего просят сефарды очевидно? Хабад хохма бина бина очевидная полноценная интеллектуальная структура, в которую в общем входит все. Начиная от знаний, предоставляемых нам книгами и мудрецами хохма, потом способность развивать эти знания у каждого человека твуна бина и дат это окончательный ясный четкий интеллектуальный продукт, который получается благодаря этому развитию полученной хохма, полученной мудрости. То есть с точки зрения вроде бы простого смысла этих слов совершенно ясно, чего хотят наши уважаемые сефарские товарищи. А вот что хотят наши уважаемые Ашкинавские товарищи не очень потому, потому что хохма пропадает куда-то, бина находится после дат и еще появляется вот этот Аскель. Что это за Аскель там? Что это фактически значит? Ну, мы знаем сами, что Сейхель это разум. Но еще в книге Давид Бехов Аскель например, пасок такой, да? В книге Пророка Шмуна. И был Давид во всех своих путях Аскель. Что Аскель? Это не разумный. То есть это, конечно, и разумный тоже, но основной точный пшар этого слова это успешный. Так это объясняется там у наших решений, у первых мудрецов, которым было виднее, как тактовать тона. Так вот оказывается Ашкиназы просят не только уморазума побольше. Уморазума они даже немножко это обрезают просьбу по поводу уморазума. Потому что вместо Хохма Бина всего вместе да, потом почему-то после этого Бина в общем сложный в каком-то варианте. Ашкиназы еще хотят, чтобы это все приводило к успеху. Очень разные позиции. Обе очень интересных, конечно. Очень интересные. Но мы здесь видим, что пророк Ермияна, зазывая десять колен обратно, он должен им сказать это слово, слово восклик. Что вас не просто будут пасти эти руководители, эти пастыри, которые мне нравятся, которые мне по сердцу все лишние говорят, а они еще будут пасти вас так, чтобы это было разумно и чтобы это приводило к общему удовольствию, к успеху. Вот успех как для пастырей, так и для стада, это же очень важный момент. Не то, что они будут очень хорошо стараться, и неизвестно, что из этого получится. Получится хорошо, не волнуйтесь. То есть ему нужно сказать это слово. Я сейчас не буду углубляться, так сказать, в эти взгляды сифарские и ашкенадские, вы сами подумайте, это очень интересно. Кто-то просит чисто теоретические вещи, кто-то намекает на практические аспекты тоже. И дальше дегая и будет когда вы умножитесь и расплодитесь в земле, в дни те речь всевышней. Не скажут больше шкаф союза всевышней. Ну, ковчег. Что значит не скажут больше ковчег союза всевышней. Что тогда, когда вот это все произойдет и все вернутся и все наконец-то будет хорошо. Здесь уже по всей видимости речь идет про окончательное спасение уже. Видите, в те дни, когда вы размножитесь и расплодитесь на земле. Что значит никто не будет говорить про ковчег союза всевышней? Поле того, и не поднимется на сердце. То есть такое впечатление, что здесь написано, не будет евреи больше вспоминать про ковчег, не будут о нем даже думать. А о чем они будут думать? Про футбол? Влоги и не сделаны и не больше. Величайшие важности, интереснейший шифр, который, да будет мне позволено так сказать, только Мальбем разгадал. Классика жанра, которую предлагает Раши, конечно, Раши всегда виднее, он первый, главный, Людей, которые любят простой смысл Танаха, это, конечно, не спасет. Потому что Раши, как это часто у него бывает, когда исключительно сложная формулировка, он уходит в агодическую трактуру. Он находит кодмитраж, который более-менее подходит, говорит, доволен, все, читает следующий посуд. Что он говорит? Что значит не будут больше говорить про ковчег? Это, видите ли, означает. И коль кни садхэм, весь ваш ход на святую землю, ки кодуша, будет святым. Я буду пребывать в ней, ки лу арон, как будто это ковчег. Ничего себе. То есть ощущения, которые были у человека при виде ковчега завета, говорит, Раша, при входе в Артисраэм, будут от всей Артисраэм. То есть вот этот потрясающий уровень духовного подъема, экзальтация, не боюсь этого слова, не боюсь его, которая возникала у человека при виде основной святыни еврейского народа, это будет везде у меня, говорит Всевышний. Но это, конечно, очень важно. Раша, и он на потрясающий высокий уровень поднимает ощущение человека во времена окончательного спасения мира, все здорово. Но что значит ничего более не будет делаться? Не будет делаться Машина Себу Квар. Не будет делаться то, что сделали с ним, с этим ковчегом уже, в городе Шилоп, его вывезли на войну. Этот ковчег, если вы помните, когда евреи воевали с филистимлянами, им плештим, они взяли с собой ковчег, имели во времена эры. Опять таки, нет, друзья, вы не дождетесь от меня ясных, прямых параллелей современности. Не дождетесь актуально. Не потому, что я боюсь, хотя я боюсь. Я не строю себя героя. Я боюсь говорить то, что я думаю. Более того, я не говорю то, что я думаю, уже больше, чем месяц. но, кроме того, что я боюсь, в данной ситуации я это не буду говорить, потому что вы сами все прекрасно поймете. Ну, посмотрите, говорит Раш, во времена, когда исправится мир, евреи больше не будут пытаться использовать, чуть не сказал, артефакты. Ух ты, вычеркиваем, широким жестом вычеркиваем это дурацкое слово, артефакт. Будут стараться использовать предметы, которые используются у нас обычно для исполнения заповедей, для каких-то посторонних целей. Например, для ведения войны. Вот как мне победить моего врага? Я вывожу на передовые позиции ковчег, я его так поворачиваю, настраиваю в сторону вражеского войска и говорю к господи, пли, и прямо из ковчега лазерные лучи летят и сметают палестинскую, извините, филистимлянскую армию. Нет, нет. Во-первых, это и тогда была ошибка, и вы помните, чем это закончилось? Гольят, большой мужчина, высокий, широкий, взял этот ковчег под мышку и унес, убив первоначально стоявших рядом с ним Кофни и Пинхаса, сыновей Эли, которые этот ковчег привезли и выставили как пушку против телестимлянской армии. Это и тогда плохо кончилось, это всегда плохо кончается. То есть, вот это прямолинейное понимание, что вот, например, цицид это дополнительный бронежилет. Атфелин это такой специальный тоже дополнительный вид оружия. Из этих коробочек вылетает такая энергия страшная, которая сметает на своем пути врага. Все, 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 молчу, ничего больше не говорю вообще на эту тему вообще. Все, сегодня зарекся, сегодня больше мы не говорим. Да, вернулись в посуд. Но пша-то нет, понимаете? Почему пша-то нет? Посмотрите. Не будут говорить про ковчег, и он не будет подниматься на сердце, его не будут вспоминать. Зачем так много? Не будет подниматься на сердце, не будет вспоминать. В логии осе он и не сделается больше. Вот это и не сделается больше. Рашин говорит, ты должен догадаться, что речь идет про то, что больше ковчег никто не будет использовать во время военных действий в качестве пушки. Замечательный медрак, чудесный. Но это не на уровне совсем простого смысла. Мальбер спасает ситуацию. Я, конечно, все читать не буду, тут хватает материала. он очень важную вещь. Говорит, с какого-то момента, к огромному сожалению, когда вы расплодитесь, размножитесь, эта ситуация, конечно, изменится, но с какого-то момента, а та, говорит, а дебур билтимаскема макшава, речь не согласуется с мыслями. Бекена макшава и так же мысль билтимаскема не согласуется с действием. То есть, рацелума. Шагамшимидабрим и пьемаскирим к душе тарунабрит. Шагамшимидабрим люди говорят ртом своим, высказывают, упоминают святость тарунабрит ковчега завет. Вадиврейсэферторана тунабо и слов свиткатора, которые словами они говорят про святость ковчега и свиткатора. Микольмакамлива мрахокминадим. Сердце их далеко. Ну как, это у пророха и шеяб. В другом месте. Сердца свои этот народ отдалился от меня. Они не вспоминают, не возносят его на сердце. Это когда они о нем даже думают. То есть, когда они просто болтают про то, болтают про ковчег. Даже когда они реально думают о нем, поднимают его на сердце. Они тогда не делают действий, согласующихся с этим словами завет. То есть, все, к сожалению, разделено. Речь в одну сторону, мысль в другую, действие в третью. В будущем так не будет. Смотрите, как он объясняет. трактовка писания, размер, как надо понять. Ас, тогда, ло-ем-ру, не будут просто говорить Арон Бриташем, бе-ло-я-ле-алеф, понимаете? Гениально он нашел это, мангер просто. Ну, он очень часто такие вещи делает. Не просто будут говорить Арон Бриташем, бе-ло-я-ле-алеф, не поднимая это на сердце. То есть, не просто будут говорить про Тору, рассуждать, бла-бла-бла, не думая об этом по-настоящему, не принимая это близко к сердцу. Шло-е-е-к-му-ата, не будет, как сейчас, Шаврим Арон Бриташем, говорят про ковчег, бе-ло-я-ле-алеф, никто об этом на самом деле не думает как следует. К сердцу, к своему близку не принимает. А целом говорят, шеомрим бе-фием, бейнен ма-ли-мо-то-ли-ва-ва-ва. Только ротом говорят, так? Ну, вот это уже прямая цитата из пророка Ишеяга из того места, которое я упоминал на 29 главе. Фивы с поставки в Дуне своими ртами, своими губами они меня уважили, либо рахокными. А сердце их далеко от меня. там не рахок, там рихак написано, ну, не важно. Это очень близкая цитата про почти точно пророка Ишеяга здесь приводит. А злой губ, тогда так не будет в тот момент. Логийский рубов, логий погду, да, что они не будут вспоминать про него, не будут упоминать в логийаса и зоджа и не делать при этом, да. Видите, как точно, да. То есть не будет такое, что они вспоминают, упоминают его в беседах, то есть думают о нем, о ковчении, думают о торе, и ничего при этом не делают. как положено. Так не будет. Замечательно точное объяснение Мальмема вот этого вот очень хитрого пасука на самом деле про Рон Кобиш. То есть все на самом деле сложится, и люди будут правильно себя вести, правильно упоминать, ну и буквально еще чуть-чуть я пройду вперед, чтобы дойти до того места, в котором мы уже в следующий раз будем разбираться, потрясающе. Баэта-и во время то, Екры-у Лерушалайм Кисе-а-шем назовут Иерусалим троном Бога. Не то, что его назовут каким-то очень важным городом, городом трех религий, двадцати трех религий. Кисе-а-шем трон Бога. Веник-вуэ-ле-а-коля-гоем и соберутся туда все народы. Ли-шем-а-шем Лерушалайм Во имя Бога Верушалайм Народы соберутся Верушалайм исключительно из высших соображений, чтобы быть просто рядом с открытием Творца. Все будут понимать, что оно там. В ло-ел-ху-од и не будут ходить более, а хрэйши-ру-т либо-мара за властью сердец своих злых. Вы понимаете, о чем идет разговор здесь. Если они не будут больше ходить за властью своих садилых сердец, речь идет действительно об окончательном исправлении, когда зла как такового не будет. Ну и вот. В тот день Илху бейт-иуда пойдет дом Иуды на дом Израиля. То есть две части еврейского народа соединятся. Баябо як дав мэра цафона аля арец и придут вместе из земли северной в землю ашер инхалти это вот их, которую я дал в наследие их отца. То есть вот эта вот идея единства, объединения еврейского народа, которые все вместе приходят с северной земли в землю, значит, это то, что здесь написано. И из-за этого дальше написано. я скажу я немножко подробнее в следующий раз вернусь к этим пасукам, чтобы чуть-чуть расширить понимание этого места. Тут есть, что сказать из комментариев. Сейчас просто я хочу дойти до определенного момента здесь. И мы до него как раз дошли. как я поставил тебя среди сыновей. Мальбин говорит здесь такую метафору. Что как будто еврейский народ это такая единственная дочь среди сыновей для Бога. Хотя на самом деле написано в Нибе Хори Исрае, что еврейский народ это первенец для Бога. Ну, в данном случае такая метафора, такая идея. Как я мог разместить тебя, как я размещу тебя среди остальных своих детей, говорит Творец. Не могу я тебя отдать на съедение этим остальным твоим злобным братьям. Бает Энлах и я дам тебе вот она Эрец Хэмда землю вожделенную на халат цви наследие цви. Вот о чем мы будем в следующий раз с вами говорить. Причем здесь олень? Наследие оленья. Эрец Исраэль называется Эрец Цви и не только здесь. У Ехескина называется. У Даниэля называется. Что такое вообще? Очень много разного на эту тему сказано. Цив от гоем воинств народа. То есть, как бы на халат цви цив от гоем получается. что это наследие прекрасное наследие оленья наследие прекрасное множество народов. Каких таких множеств? Какие воинства народов? О чем он говорит? Только что это было это нах. Это только наш. Какие воинства народов? Баумар овите крылья и я скажу отцом моим ты назовешь меня и от меня более не отвернешься. Вот в этом нам в следующий раз с Божьей помощью предстоит разобраться. Нахалат цви цив от гоем все вот эти удивительные выражения и конечно нам придется поговорить про Эртис Рейн. Это насущная тема. В следующий раз у нас снова встанет. Уроки в полный рост. Сейчас я вам пару слов хочу сказать по поводу Хумаша в продолжении тех тонких вещей о которых мы говорили в прошлый раз мы нашли такую совсем удивительную вещь в комментарии с Форона который вдруг начал нам рассказывать что праматерь Сара в момент беременности и родов была отключена произошло такое временное отключение одной из женщин от наказания за грех Хавы. И вот это вот Я благословил ее слова которые сказаны в конце главы Лех-Леха еще Богом Аврааму по поводу Сары они вот это и означают сказал Навраваде и мы так призадумались что бы это значило и какие выводы из этого можно сделать вот из этой удивительной информации о том что Творец благословил Сару как бы сняв против всех правил против всех проклятие Хавы с какой-то одной женщины на протяжении человеческой истории в принципе есть такое поверье что еврейские праведницы они чем легче они рожают детей тем как бы меньше на них распространяется это проклятие так чтобы где-то было написано что его вообще просто можно отключить хотя бы временно это такая большая новость то что мы в прошлый раз узнали ну и дальше сказано все известно только вот означает это что давайте по конкретно Авраам назвал своего сына которого родила ему Сара Ицхак зачем еще раз говорится которого родила ему Сара оно ладло рождено у него конечно у всего есть Пшат и говорит замечательно важную мысль на эту тему что эта фраза исключает Ишмаэль что Ишмаэль не называется анулат лу рожденный у него как это не называется а глава лех леха что там написано родила Агар Аврааму сына говорит Арахаим да сказано Аврааму то есть до того как это имя Авраам было ликвидировано и вместо него появилось имя Аврагам до этого короткий период времени Ишмаэль считался сыном этого Авраама но сыном Авраама он точно не считается как это согласуется с тем что мы говорили до этого что Агар никогда не была отпущена на свободу Сары и это медицинский факт и это написано в прямом тексте тех же самых комментариев про Мехаим Бенатар Урахаим который я сейчас цитил как это все работает если она была не отпущена на свободу Агар это значит что еще до того еще когда его звали Авраам Ишмей не должен был называться его сыном потому что сын рабыни называется сыном рабыни а не сыном свободного человека который зачал этого ребенка как же это работает ну мы с вами сказали что все эти законы касающиеся рабов и свободных людей они заработали полную мощь только после дарования Торы и тогда еще может быть все было по другому но в любом случае Авраам когда он прекратил существовать и возник вместо него Авраам говорит Урахаев с этого момента больше никогда не написано что Ишмаэль это сын Авраама написано что Ицхак но лад лу родился именно у него у Авраама с этого момента именно Ицхак как Всевышний сказал ясно как Ицхак и короля Хазара что в мы Ицхак назовется твое потомство это все пшат и это все более или менее известный но я просто хочу обратить ваше внимание на некую замечательную деталь на которую мы с вами никогда в этом месте внимания не обращаем помните как мы долго рассуждали в начале этой главы над тем того что неоднократно ангел пришедший в гости Аврааму сказал что сын будет не у тебя Авраама а у Сары прямой текст сыну твоей жены Сары сыну Сары два раза сказал сын у нее а он не у тебя и мы это объяснили говорили с вами что до жертвоприношения там тот же самый у Рахаев это говорит что до жертвоприношения у Авраама не было настоящего контакта с сыном и только после того как он его повел на жертвоприношение и там произошло то что произошло и Сара умерла после этого у них возник настоящий контакт у них был настоящая связь между отцом и сыном и тогда это уже был сын Авраама после жертвоприношения а до этого нет он был только мамин еврейской мамой родился сын, он был только мамин. Такая новость, такое удивительное явление. И как же так? Столько мы это все обсуждали, и вдруг рождается Ицхак, вот этот самый сын, который только усары. И сколько здесь раз написано, что Авраам Авину назвал сына своего, который родился у него. О! А Шариялда Сара, которого родила Сара? То есть, как будто все перевернулось. То есть, как будто Сара родила ему сына. Не то, что он, типа, мимо проходил, Сара родила сына себе, а потом этот папа, который мимо проходил, после 37 лет воспитания, Ицхаку было в момент жертвоприношения 37 лет, Авраам вдруг стал его полноценным отцом. Нет. Наоборот. Вот здесь в момент рождения Ицхака сказано, что Сара мимо пробегала. Она ему родила сына. Он ее просто использовал. Ну, как же, иначе же не получится. Авраам сам не мог. Ну, вот и он и. Она Ашариялда Лосара. Она ему родила. Как, извините, сочетаются эти два момента в начале главы, где говорится, что рождающийся, обещанный ребенок, будет именно сын Сары, а не Авраам. А здесь написано, что он у него родился, и Авраам прям получил сына, ему только Сара его родила, прям ему. Он что, с самого начала был сыном Авраам? Да нет, конечно. Все эти разговоры о том, что 37 лет он был очень близок к маме и далековато от отца. Это, в общем, факт. Как же это понимать здесь? Но у всего есть простой смысл. Так это вообще очень сложное место. И это довольно серьезный вопрос мистического уровня, связанный с Кабалой. Но у всего есть простой смысл. Обратите внимание, Ицхак во множество, в будущем времени, Ицхак возрадуется. То есть, Авраам называет своего сына, который у него родился, которого родился, Ицхак, что он возрадуется. Что там Раша, помните, пишет? Загадочные два слова в комментарии Раши. Исамах, Алай. Он будет радоваться, что значит Алай, на меня, обо мне. Очень странный, удивительный комментарий Раши. То есть, когда-нибудь этот ребенок мне порадуется. То есть, Авраам Абину тоже понимает, что все, что он сейчас делает, сын, который у него родился, это все не сейчас. Это все касается будущего. Когда-нибудь возникнет вот эта радость, ощущение радости, ощущение близости между ними. И поэтому называет своего ребенка в будущем времени. Не только поэтому, да, конечно. Там целый список причин того, почему Ицхака назвали в будущем времени. Кстати говоря, в следующий раз, если не забуду, мы кое-что на эту тему тоже скажем. Но это момент интересный. Видите, в этом будущем времени заложена идея того, что когда-нибудь это будет сын мой, которого родила Сара. Но до этого оставалось не больше, не меньше 37 годков. Всего самого наилучшего, уважаемые друзья, на постоянной духовной связи. Спасибо. Спасибо.